Всем привет! С вами Страйк и человек, который лишний раз представлять не стоит, дядя Митя, он же Хуч. Всем привет! Ваш соперник в полуфинале, скорее всего, будет команда из Финляндии. Как ты оценишь шансы против финнов? Насколько хороший у них состав? Ну и насколько вы готовы попасть в финал сегодня? Состав у них, наверное, сейчас лучше, которые могут собрать в Финляндии. Там играют и Люрпис, который очень опытный капитан, и четыре игрока, которые сыграли за эти годы очень много турниров зарубежных, а некоторые даже очень успешно. Но мы тоже как бы не лыком шиты. У нас ребята все настроены только на победу. Я думаю, будет очень интересный матч. Смотрите, болеть за нас. А как тебе вообще ситуация с товарищем Аслаком, который ушел в армию, но вот ради чемпионата, последнего чемпионата по Counter-Strike 1.6, взял отгул, можно сказать, самоволку и прилетел в Киев. Не знал такого? Ну ты знаешь, во-первых, конечно же, я считаю, что вообще все игроки, которые играют в 1.6, это немножко романтики, потому что они ради игры готовы на многое. То есть из-за своей карьеры я видел много таких моментов, и это только дает уважение Аслаку. Например, вот парень Тузов из ЕС-4Х поехал сюда за несколько дней до своего дня рождения, и он знал о том, что у него будут проблемы после этого с паспортом, потому что когда тебе достигают 20 лет по российскому законодательству, ты обязан поменять паспорт. Вот, он этого не сделал уже, как бы, и поэтому уже, как бы, у него будут проблемы, и ребята его подставили неприятно. То есть я говорю, что люди готовы на такие вещи ради игры, это очень прикольно. Ну да, вот Counter-Strike 1.6 все-таки это та игра, которую мы все с вами очень любим. К сожалению, вот уже смотрю, то есть уже пришли другие игры, какие-то другие люди, другие интересы, и такого накала даже нету, как бы смотришь, нет такого, только вот Dota, последняя одежда, а вот эти мультики типа Танков и Поймбланка, это, конечно, печально. Но это мое сугубо личное мнение. Еще бы хотел тебя узнать по поводу твоей команды, новой команды в Counter-Strike GO, Global Offensive. Которой нет. Которой нет? Да. Ну, я видел тебя просто за несколько миксов, ну, ты играл, по идее, за команду Rush 3D, да, и после чего играл еще заменой за DAT Team, как раз в Прагу вы ездили, да? Вот, немного, типа, вот, расскажи, что... Ну, как бы, после того, как я ушел из Virtus.pro, я, ну, думал о том, что, скорее всего, буду, не буду играть в эту новую игру, но так сложились обстоятельства, то, что я в нее играю. Вот, мы играли на Starledder, потому что у нас достаточно такой состав, то есть, не то, что никак, кстати, неопытный, я даже не знаю, просто такой, ну, такой себе состав. Молодежный, назовем. Мы смогли достаточно хорошо выступить, обыграли и Na'Vi, и Кричнет, и могли обыграть и Copenhagen Wolves, и The Nation, просто отдали обе наши игры. Ну, надеюсь, то, что мы сейчас соберем более-менее нормальный коллектив, и нам дадут код на Starledder, я надеюсь, конечно. Вот, потому что состав мы обязательно усилим. А по поводу Праги, ну, мы отлично съездили, замечательный город, но, к сожалению, не получилось хорошо выступить. Мы сыграли со всеми командами очень достойно, но достойно это мало, как бы. Мы проиграли и ВГ, там, и Кик 16-13, могли сыграть лучше, просто для ребят это был первый лан, и у меня еще нет такой уверенности в эту игру, чтобы я мог ребятам рассказать, как пытался их настроить, все дела, но одних слов мало, как бы. Хорошо, а вот еще такое вот мнение, как тебе вот скандинавы, ну, точнее, шведы, которые вот собрали такой крепкий состав, и сразу просто, можно сказать, без шансов захватили топ-1 позицию, и, походу, пока не хотят ее сдавать никому. Там 45 или 46-0 сейчас в официальных матчах на ланде. То есть команда идет практически без, точнее, не практически, а без поражений. Да, без поражений, на лане еще не проигрывали, ну, сейчас был в последний раз реальный шанс, что они могли проиграть Керс, как бы, Финнам, но у Финна, я не знаю, что с ним случилось, ведь моего опыта просто не хватило, они отдали две карты, которые должны были брать. Вообще, я считаю, что это просто из-за того, что реально шведы очень грамотно раздуплились вовремя, поняли то, что тенденции современной Counter-Strike, и поняли, что нужно переходить, и были готовы гораздо лучше, чем другие команды, но вообще я считаю, что там есть три сильных игрока, два игрока, которые, ну, не подходят им, как бы, по уровню, и первый серьезный коллектив, который соберется, он тренируется, там, допустим, это или СС будет, ну, или Virtus.pro, или Na'Vi, я не знаю, кто там, ну, нормальный коллектив, который соберется, их обыграет. Хотя я считаю то, что не за горами день, когда какой-нибудь шведский коллектив, типа, там, Lemon Dogs их тоже обыграют. А я так думаю, ты говоришь про двух сорсеров, которые пришли, присоединились к тройке NIP. Я смотрел за ними и вживую, и в интернете, то есть они, как бы, там делают свою, там, грубо говоря, работу, но если сравнивать, что делать для команды три игрока, которые пришли за 1-6 и два сорсера, это не камень в огород сорсеров, просто голые факты и все. Я понял. Спасибо, Милька, за интервью, ну, и на прощание, что бы ты хотел пожелать нашим зрителям. Хотел бы поздравить уже, наверное, скоро всех с наступающим Новым годом. Не думайте, что будет конец света еще чуть-чуть рано, вот. Всем спасибо, кто нам меня поддерживает, и до встречи, там, на новых турнирах. Спасибо всем, друзья, что смотрели нас, и увидимся в следующих интервью. Всем пока. Главный технологический партнер — корпорация Intel. Генеральный партнер — компания Asus. Игровой центр — Киев Киберспорт Арена.